Дорогу никто не делает, заявки давали, дом управления звонили, никто ничего не хочет делать, ездить невозможно. Что тут делали, вот года два назад своими силами асфальт привозили. Состояние ужасное, никто ничего не хочет делать. На протяжении нескольких лет жителям этого дома приходится страдать из-за халатности управляющей компании. Ямы настолько глубокие, что историями, когда люди спотыкаются, падают и получают различные травмы, здесь никого не удивить. Жители говорят, мы устали терпеть, мы устали жаловаться, мы устали ждать. Но яма от этого меньше не становится. Скорее наоборот, количество выбоин и трещин растет с каждым днем. Дороги очень плохие, очень. Яма на яме, машины не могут проезжать. Вообще плохие дороги. Все жители жалуются уже, обращались. Вот вместе с председателем ВТОС коллективное письмо написали, подписи собираем. Не знаю, что сделают, не сделают. Вообще невыносимые дороги. Женщинам с детьми в этом дворе не позавидуешь. Им приходится лавировать между ямами наперевес с коляской. А чтобы малыш не получил сотрясение от поездок по разбитым дорогам. Нижнекамские супермамы и вовсе переносят коляску на себе. Я тебя уснула за рулем. Вот так вот. Жалобы, заявления, просьбы управляющая компания не раз получала от жильцов дома. Но долгожданного внимания не случилось по сей день. Глубина вот этих вот выбоин, она значительно превышает любые допустимые нормативы. Здесь уже случилось несколько аварий. Было повреждено несколько машин. Ездить невозможно. Отлетают у машин части некоторые. Брызговики вот. Уже несколько брызговиков здесь оставили. Не может проехать мусорная машина. Вот повредили уже, многократно повредили вот эту конструкцию, где стоит мусорный бак. Вот. Не так давно вот эту машину повредили. Тоже грузовая машина ехала, значит, перекосила ее на яме. И она задела одно из частей зеркала и стекло разбитого машины. Черт ногу сломит. Это уже не образное выражение, а суровые реалии данного двора. Жители дошли до такой точки кипения, что сами готовы приступить к плану разработки ремонта и его непосредственному осуществлению. И кажется, местные теперь не хуже дорожных специалистов, а может даже и лучше, знают, как укладывать асфальт, чтобы он прослужил не один год. Когда-то нам сделали ремонт очень поверхностный, технологически неправильный. То есть, так называемые ямочные. А на самом деле надо тут снимать полностью полотно, делать три слоя каких-то технологических. То есть, соблюдать полностью технологию, чтобы этого ремонта хватило, по крайней мере, на 5-10 лет. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен положительно. Потому что даже, ладно, у меня нету своего транспорта, даже такси с большой неохотой заезжает в наш двор. Дорога во дворе дома «Корабельная-29» в Нижнекамске – настоящее испытание для автомобильной подвески и нервов пешеходов. Водители проезжают здесь еле дыша. Кажется, что по такому разбитому асфальту могут передвигаться только вездеходы. Здесь танки не проедут. Вот просим, хотя бы на следующий год капитальный сделали. А в этом году хотя бы ямочный ремонт сделали. История длится уже лет 5-6. Но дело не сдвинулось в мертвой точке. Обещания от управляющей компании, в которую когда-то еще верили жильцы, теперь воспринимаются как пустой звук. Представитель управляющей компании недавно был. Здесь мы собирались. Старший по дому собирал людей. Мы здесь собирались, все это говорили. Но сказали, что в этом году невозможно включить в программу по ремонту дорог, дворов. Возможно на следующий год. Но что-то надо делать срочно, прямо сейчас. К сожалению, срочно и прямо сейчас не получится. Это официально подтверждает начальник юридического отдела управляющей компании «Жилье». С 2020 года на территории Республики Тарстан реализуется программа «Наш двор». В рамках данной программы включаются следующие виды работ. Создание или ремонт дорог и тротуаров. Установка скамейки и урон. Установка опор освещения или ремонт существующих. Установка безопасного детско-спортивного оборудования. На покрытие списка. Создание или обновление площадки для твердых коммунальных отходов. В настоящее время многоквартирный дом «Корабельный дом-29» в программу текущего года не включен. Рассматривается вопрос включения данного дома в последующие годы. В срок до 2024 года. Скрасить ожидания ремонта до 2024 года, пожалуй, поможет песня. Актуальная для этого двора как никогда. Юлия Усачева, Фахри Исламов, N-Media.